Обещанного Активную позицию в этом вопросе выбрали представители власти. Дело с мертвой точки сдвинулось, когда в регионе по инициативе губернатора Сергея Морозова организовали фонд содействия обманутым дольщикам. Принят закон Ульяновской области, который позволяет застройщику, который вызвался достраивать объект, получить субсидию из областного бюджета. То есть застройщик достраивает объект за счет кредитных и своих средств, а затем получает субсидию из областного бюджета на возмещение своих затрат. На сдачу долгостроенной Красноармейской предусмотрено почти 22,5 миллиона рублей. Но эти деньги застройщик получит из казны при одном условии – если дом будет сдан без нареканий. Под свое крыло новая организация взяла недостроенное здание в конце мая этого года. В настоящий момент осталось очень много мелких работ. То есть мы практически сейчас закончили монтаж системы отопления, закончили разводку газопровода, заканчиваем сейчас разводку систем канализации и водоснабжения, заканчиваем разводку всех электросетей. Таким образом, контур здания закрыт полностью. В ближайшее время подрядчики доведут до нормативного состояния кровлю. К концу октября у дома появятся ворота. Пока открытым остается вопрос подъездных путей и придомовой территории. Будем благоустраивать, но это уже мы займемся, наверное, весной, когда потеплеет. У нас там есть отведенное место для установки детской площадки. Мы вот здесь вот будем делать ограждение вот этого парапета всего для повышения безопасности. Как заверяют специалисты, техническое окончание всех работ запланировано на 30 ноября. А уже через месяц в дом должны заселиться первые жильцы. Семь лет ожиданий и кажется, о чудо. В канун Нового года обманутые дочки получат заветные ключи от квартир на улице Красноармейской 140. Правда, в это мало верится. Как минимум в доме не готовы лифтовые шахты, так максимум не решен вопрос с землей. Кажется, в сказки перестали верить и сами участники долевого строительства. Я уже, наверное, ничему не верю, потому что сроки отодвигаются регулярно. Называются вновь новые сроки. Посмотрим сейчас, как будет решен вопрос с землей. То есть, если он не будет решен, то о какой сдаче дома без пожарного подъезда может идти речь. Как говорится, время покажет. Специалисты уверяют, что поводов для опасений нет. Даже после ввода дома в эксплуатацию. Согласно градостроительному кодексу, гарантию жилого здания – семь лет. Рината Леулова, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды Новости Улправды Продолжение следует...